мы создаем мобильные приложения для городов россии с населением от 30 тысяч жителей в этих приложениях есть разделы новости афиша акции справочник этого города то есть вся максимальная информация которая может быть собрана по этому городу городу и которая может быть полезна каждому горожанину это такой своеобразный информационный помощник для горожанина и это такой некий локальный google который собирает всю информацию проект об этом городе наша бизнес-модель заключается в том что мы зарабатываем деньги на партнерах это люди которые приобретают данные приложения на территории своего города то есть они становятся владельцами этого приложения этого информационного портала в мобайле и они соответственно зарабатывают на размещениях рекламы в этом приложении а мы зарабатываем подписки то что они нам оплачивают ежемесячно то что вам сейчас на данный момент нужно знать о нас первую очередь это то что мы сейчас находимся на стадии подписания уже инвестиционного договора с фондом развития интернет инициатив это самый крупный европейский фонд венчурный и нам посчастливилось то что он находится в москве и мы прошли даже несколько заочных акселераторов прежде чем сейчас 31 октября попадем очный акселератор free на данный момент у нас 250 городов партнеров в нашей сети и вышло около 180 приложений в общей сложности на две платформы айос и android также мы можно сказать что мы достигли всех этих высот за год с небольшим мы причем мы остаемся таким квартирным стартапом то есть у нас нет офиса и мы работаем на квартире для так но для большего понимания я занимаюсь в этом проекте развитием и продажами и чтобы у вас картинка срослась что такое наш проект на один город мы делаем одно приложение она выходит в обзоры google play для лучшего понимания преддавать представим что 15 лет назад когда только появлялись городах инфопорталы зеленограде например знаете все не то точка ру знаете никто не знает просто руки поднять кто знает только натал ру вот местные восточные или зеленоград вот представим то что мы разработали такой портал не толру а дальше начали искать в каждом городе по сути того человека кто будет этот портал у себя продвигать заполнять и соответственно зарабатывать деньги на рекламе то есть мы работаем по такой модели но только формате мобильных приложений это нише на текущий момент абсолютно свободная и в россии пока и мы первые кто делаем это соответственно на основе нативной разработки то есть не на основе каких-то конструкторов мобильных приложений а именно собственная разработка но это текущая наша карта развития как дима уже говорил вначале у нас проекте больше двухсот пятидесяти городов мы представлены сейчас в шести странах это россия не в основном а все страны россия белоруссия казахстан украина киргизия и грузия тут также мы скоро в таком тестовом режиме выпустим приложение нью-йорк это для русскоязычных жителей города в россии в нью-йорке 250 тысяч русских выпустим приложение нью-йорк именно для тех кто понимает именно на русском языке это один из наших представителей мы ни разу жизни живой не видели находится в городе кашитау это казахстан такой подальше чтобы вы понимали вот эти все 250 городов которые есть у нас на текущий момент в проекте это все живые люди и собственно они также по сути являются неотъемлемой частью нашего проекта так но это вот что касается сейчас то есть для того чтобы вы понимали хотя бы о чем мы разговариваем а теперь мы возвращаемся так скажем на несколько лет назад и хотим как раз рассказать как закладывался фундамент того к чему мы сейчас пришли да все верно на самом деле мы были таким же студентами как и вы мы также любили подольше поспать не любили коллокриумы и на тот момент когда мы учились в институте мы были друг с другом незнакомы потому что саша поступил в мед в 2005 году а я в 2007 и когда я поступал я очень хотел попасть на м.п. но по баллам прошел только на только на ик.т. прошел вот я не отчаялся на первом курсе я сразу же получил такую жирную оплеуху от преподавателя по мотану от рыжкова спасибо да вот ирина васильевна да спасибо ей огромное она меня да заразил успехом она дала мне такого хорошего пендаля что в итоге вот я докатился до красного диплома за все время обучения в институте очень на полтора года примерно я стал жутким ботаником вот и работал на зачетку чтобы потом зачетка уже начала работать на меня на втором курсе я пошел в новый тогда соц отдел студсовета какое-то время там развивался ушел наш начальник тогдашний этого отдела меня поставили на его место я начал постигать азы лидерства и работы с командой то есть управление командой руководством организовывали как специальные акции вместе с правкомом всякие мероприятия позже уже получается на четвертом курсе я стал председателем студсовета и такой основной заряд который мы несли в то свое время то чтобы оживить студенческую культуру студенческую среду какими-то новыми мероприятиями или по-новому взглянуть на то что происходило у нас то есть например это была мисс мед которую мы в 2011 году перезапустили со студенческим составом то есть до этого это организовывали всегда всегда администрация организовывала в 2011 мы взяли все свои руки начали привлекать спонсоров вот и мероприятие заиграл новыми красками стало более интересным яркими и сейчас я больше чем уверен что все его с нетерпением ждете и вам интересно посмотреть что там будет происходить также еще в этом же году начались некие мои там коммерческие опыты на той самой ниве студенческих мероприятий это были студенческие вечеринки в z1 которые которые тоже пользуясь популярностью на первом мероприятии мы собрали больше 600 человек так вы спросите да вот когда же начинается то самое идти в нашей жизни вот до этого были все одни мероприятия какие-то студенческие вещи они подготавливали в моральном плане к созданию чего-то нового к созданию новой команды воодушевление людей которые готовы работать за идею а не за какие-то коммерческие ресурсы не за деньги а за то что им просто нравилось работать и это на самом деле очень важный опыт который трудно в реальной жизни заполучить потому что когда ты выходишь в реальную жизнь начинается торг по всем вопросам всего решается деньгами на пятом шестом курсе когда я уже поступил магистратуру я начал заниматься айти айти направлением конкретно меня заинтересовал направление всяких информационных порталов самым первым был это портал пенза house ru это был портал по недвижимости в городе пенза которым как раз таки я допускал свои первые ошибки которые необходимы для того чтобы можно было вырасти в дальнейшем ошибка было заключалось в том что мы очень долго пилили красивый продукт красивый инфопортал который в итоге высосал все деньги стартовые на себя и ничего не оставил на продвижение это была первая ошибка и после этого я понял что надо учиться в первую очередь продвижению поэтому я занялся социальными сетями продвижением в социальных сетях называется smm я пошел в школу smm специалиста набрался там мудрости каких-то новых фишек и понимание того что принципе можно развиваться через социальные сети можно продвигать свои продукты и в том числе накапливать некую некий социальный капитал это отражение ваша страница вконтакте это по сути отражение социального капитала циферном виде то есть вы можете зайти посмотреть какое количество друзей и насколько быстро вы можете какие-то новые запускать проекты и людям внедрять новые идеи в голову поэтому я продолжил с моим направлением заниматься помимо этого пытался организовывать мероприятия типа ночных катаний на льду организовал даже в твери одно такое мероприятие с командой но вот и ну это особого успеха мне не принесло но при этом это принесло очень-очень много опыта в организации таких мероприятий значит это управление и каким-то какой-то командой и ожиданиями людьми и вот в целом вот такой вот опыт был получен из обучения в институте то есть он не ограничивался только обучением там несмотря на то что я впервые сдавать все экзамены все было срок сделано при этом я получался дополнительный опыт и кстати вот этот логотип он тоже рожден во время моей работы тут совете это мой очень хороший друг его нарисовал сейчас возможно еще им пользуется но для меня он дорог как память вот мою историю вы услышали по поводу института и сейчас я передаю слово саша да у меня история была немножко другая во первых ростима молодой я старый хотя не заметно да он наоборот все как заметно ну мне почти 3 так смотрите я закончил школу серебряной медали я ботаником не был в институте я ботаником был более ботаником никогда себя не считал я просто мне казалось что школа это очень элементарный я просто выполнял задачу минимум не всегда был доступ к журналу в итоге я закончил серебряной медалью здесь зеленограде тогда не было еще игре в 2005 году я проходил просто по собеседованию то есть я пришел не говорят ну вас не так поэтому вам надо написать тестирование по русскому языку я заполнил ответил на 10 вопросов заняло у меня это 10 минут они говорят хорошо все правильно ты правильно вставил буквы вот теперь тебе надо выбрать факультет на самом деле я себя как-то тяготел каким-то гуманитарным наукам и я хотел пойти либо на экономиста либо на юриста но 2005 год и на тот момент ценности никакой не было именно в гуманитарном образовании хотя мне это было гораздо ближе экономистов юристов на тот момент у нас было полно хороших технарей было очень мало и и родителями также посоветовали что закончить сначала физическое образование получишь какую-то базовую основу это всегда гораздо ценнее а потом уже если тебе надо будет перейдешь на 2 выше 2 выше в итоге закончил но первое закончил после первого курса на первом семестре мне казалось что я просто попал в рай что по сравнению с школой здесь не надо ничего делать мне никто не дергает я сам себе предоставлен вот в итоге после первого семестра я пришел к родителям сказал что надо 12 тысяч рублей на дузы по физике они сказали удивились говорят как же так ты же учишься на бесплатном я говорю ну вот таки правила немножко изменились но это мне тоже дало хорошего пинка под зал больше на дузы я никогда не попадал и но в институте я не был отличником я был далек от красного диплома меня были тройки четверки и пятерки в институте я больше занимался выживанием то есть для меня каждая сессия была это просто такой некий челлендж который просто надо пройти и все не более того на втором курсе я уже задумался о том что вроде как я освоился надо заниматься каким-то дополнительным заработком ну и ничего не придумал лучше как пойти работать официантом если кто-то место зеленоградский знает есть ресторан сушки где тысячи мелочей вот там я 8 месяцев проработал официантом и попутно у меня уже были права и это был шестой год такая самый пик автомобильный так скажем автомобильного роста в россии и я понял что зачем мне машина на постоянной основе если у меня есть возможность я могу ее просто перепродавать вот таким образом я перепродавал свою же машину ниоткуда и не привозят просто брал здесь москве и каждой машины я там зарабатывал там от 20 до 60 тысяч рублей вот на тот момент на втором курсе для меня это были колоссальные деньги на третьем курсе 2008 году у меня очень резко жизнь изменилась я женился на третьем курсе более того у меня родился ребенок на третьем курсе я съехал от родителей мы сняли квартиру в четырнадцатом микрорайоне и у меня была беременная жена у меня была съемная квартира я учился на дневном вот поэтому после института я еще зарабатывал продолжал заниматься перепродажей машин и работал официантом заканчивал где-то в час ночи приходил домой спать у меня соответственно всю ночь там будил ребенок и вообще не высыпался у меня даже в несколько раз было когда я также сидел здесь на лекции и просто засыпал и когда там открывал глаза смотрел уже идет другая лекция вообще какие-то другие люди сидят ну то есть вообще ходил как зомби но ничего это третий курс меня так скажем закалил на четвертом я уже подумал что помимо перепродажи машин и работы в ресторанном бизнесе надо придумать себе какую-то еще дополнительную кормушку я пытался открыть интернет-магазин шины дисков потому что решил двигаться именно в автомобильном направлении но ничего не получилось я вообще толком не понимал что делать я понимал что надо сделать этот магазин ну как это все в целом реализовать я не понимал что такое команда не понимал что такое бизнес это вот было в общем я помучился с этим два месяца и там сделал группу вконтакте сделал сайт даже были какие-то первые продажи там порядка 10 штук но как автоматизировать бизнес как его развивать как находить там точки роста я вообще не понимал в итоге пятый курс я окончил если дим учился на 6 лет магистр то я специалист вот я не знаю сейчас специалистов уже нет да по-моему ну вот да закончил я карты друг чувствительной техники диплом стал на 4 так но это вот соответственно то что было в институте а это уже то что было после института сейчас дима расскажет ну это нереальная фото из моего архива это просто мое личное ощущение после института и как я себя чувствовал у меня наконец института не было ни съемной квартиры не средства на то чтобы ее откуда взять поэтому я хорошенько подумав решил прибегнуть к помощи нашего вуза родного и пошел работать в ассоциации выпускников нет где я там же продолжал свою активистскую деятельность это было для меня некий такой родной родной болотца в плане того что я все знал что что нужно делать как организовывать мероприятие проводить те же самые открытые лектории параллельно с этим этом продолжал организовывать мероприятие и вписался в историю там танцевальной школы то есть я уже попробовал реальный бизнес с наемом сотрудников преподавателей администраторов продажников то что развивалась из опять же небольшого тоже стартапа когда моя подруга пришла ко мне и сказала что я провожу танцевальные курсы но никто на них не приходит а я уже в то время занимался социальными сетями я сказал окей все нормально не переживай я тебе помогу и так это все переросло в то что мы снимали свое помещение у нас было все юридически грамотно верно оформлено у нас были преподаватели нас были сотрудники в общем все было замечательно но при этом я понимал что танцевальная школа это на самом деле не мое это не то чем мне так сильно хочется заниматься я чувствовал что я все таки ближе к айти миру к социальным сетям ко всей вот эти вот этой вот движухи и в какой-то момент у меня родилась идея того чтобы создать подслушанный зеленоград у нас зеленограде так как была опять же пустая ниша не было пабликов больших развитых сообществ вконтакте по зеленограду в котором бы люди могли выражать свое мнение а только новостные сообщества я не поленился создал вложил там одну тысячу рублей на таргетинговую рекламу немножко поспамил по другим сообществам и начался рост этот рост дал мне понять что действительно в этом есть какая-то соль в этом есть не только развитие меня это мы его какого-то этого сообщества но и развития мы какие-то бизнес-навыков потому что такие сообщества они довольно легко монетизируется когда достигают определенного количества пользователей вот этого социального капитала о котором я рассказывал то есть там не с первых дней ну там с первого месяца я уже начал получать какую-то копеечку с этого сообщества и понял что надо дальше развиваться и надо вкладывать все силы именно в него то есть я сфокусировался на этом помимо всего прочего я еще подумал что мне нужно помимо того что продавать что-нибудь мне нужно еще обеспечить себе какую-то репутацию поэтому я организовал бизнес-клуб зеленограда и начал проводить там также лекционные мероприятия для предпринимателей встречи неформальное общение я понимал что без вот этого окружения которое у меня было в институте которое было в соцсовете люди всегда были активны и они всегда увлекались чем-то новым хотелось развитие за границами института и вообще в реальной жизни я таких людей встречал редко поэтому как всегда такое происходит если тебе что-то нужно иди создай это сам вот так был создан бизнес-клуб зеленограда и дальнейшее развитие вот этой всей идеи с информационными сообществами продажи рекламы но помимо всего прочего то что этот скажем так бизнес проектик небольшой начал набирать обороты я понимал что нужно как-то расти дальше совершенствовать себя что-то новое придумывать и выходить за границы зеленограда начинали какие-то мысли приходить в голову и там грянул там кризис который 2012-2013 2013 года для этом начались какие-то такие смутные сомнения насчет нашего будущего что там будет я начал искать новые варианты и об этом после того как саша расскажет мы вас не утомили рассказываем о себе нет что-то полезное уже интересное услышали себя но про машины я уже скользко рассказал сейчас просто расскажу чтобы после института института я закончил соответственно да у меня было два года ребенку жена до сих пор сидела в декрете до сих пор была съемная квартира я время как бы освободилось я понял что надо как-то вопрос темпы с машиной наращивать у меня уже соответственно за два года рука набилась и я начал мои друзья смотрели на все это мое окружение что вы прикольная не вкладываю деньги в тачки и на них зарабатываю ключев причем каждый месяц меня новая машина и я еще на них могу ездить вот и не просто тратить на них деньги соответственно жить на и я потихонечку начал подключать к этому делу своих друзей то есть я по сути забирал у них деньги которые у них все были и на эти деньги против соответственно также как и себе если деньги не забрал да вот машину такого не рассказывал да и прибыль мы делили просто пополам то есть мои грубо говоря усилия их деньги вот в итоге приводили к тому что в итоге у меня было 7 таких договоренностей то есть одновременно крутил уже семь машин я привлек денег в общей сложности где-то на 3 миллиона рублей вот это же страшно сказать сколько это сейчас вот потому что это было 6 лет назад вот ну то есть где-то 1 2 сейчас это больше и ну во первых да почему я не шел на какую-то обычную работу меня просто не было выбора на обычной работе я столько денег бы не зарабатывал и и семью бы так скажем не прокормил но тем самым это вот мне дало такое развитие себя именно как продажника жизни в таком быстром ритме но к сожалению автомобильный рынок он такой нестабильный он лучше всего подвержен каким-то кризисом вот как сказал ранее дима и как раз в тот же кризис который случился где-то 2012 году я также попал вот если два года после института занимался автомобилем потом понял что все в итоге я ушел в минус и взял чтобы расплатиться там со всеми долгами там взял кредит на 400 тысяч и с этим кредитом я даже не знал что делать дальше но мне посоветовали как-то сменить род деятельности прежде всего моя теща сказала что ну зачем тебе тогда дальше заниматься автомобилем просто иди куда-то дальше и я пошел в коммерческую недвижимость это то чем я вообще никогда в жизни не занимался я стал брокером по коммерческой недвижимости то есть если в квартирах есть риэлтор до который сводит человек который ищет и человек который сдает то здесь все примерно то же самое но только есть крупные какие-то компании это бренды что-то в стиле газром роснефть subaru и они соответственно занимают большие офисные площади они там постоянно расширяются им надо искать вот я по сути был таким брокером консультант там я себя почувствовал действительно как рыба в воде в итоге я даже переманил туда свою жену я сказал что все хватит сидеть декрете мы с ней достаточно схожи по характеру на тоже продажник то она как раз стоит слева от меня вот и за два года мы показали там успехи то есть мы в итоге стали лучшими брокерами мы заработали денег мы купили две машины мы купили квартиру себе мы 7 лет снимали квартиру 7 лет и в итоге свою купили и там я познакомился с таким понятием как личностное развитие до этого я вообще никогда не сталкивался мне казалось что я так жизнь прожил у меня есть какие-то знания зачем мне как познавать себя там и так далее вот но в при работе консультантом когда ты работаешь с крупнейшими компаниями корпорациям ты общаешься именно с владельцами каких-то крупных фирм вот тебе надо держать какой-то определенный уровень статус для того чтобы с ними общаться на равных и нас естественно в этом плане сильно прокачивали и для того чтобы показывать хорошие результаты по работе ты должен прежде всего должен сам развить как личность было очень интересно этом задание на одном из семинаров под продвижение личности на было написать кем-то себя видишь через два года и я сел и понял что я не хочу быть брокером через два года то есть я понимал что да вроде как неплохо я зарабатываю деньги вот таких там денег я не заработаю ни на какой работе но тем не менее понимал что ну это все какое-то временное явление мне нужно что-то свое и я в принципе никогда ни на кого не работал да и я понимал что это какая-то временная история и в этом письме я его писал в 2014 году это было два года назад я написал что я основатель какой-то какого-то айти стартапа это был ровно два года назад вот то есть я написал к смо сам себе вот в текущее настоящее так сказать и я даже делал начал делать какие-то маленькие шажки кому чтобы действительно думаю если я хочу попасть в эти стартап начни надо найти человек который тоже хочет сделать эти стартап в итоге меня это к этому привел не поверите контакт то есть и чтобы я подписался от всех каких-то развлекательных групп я подписался строго на те группы которые занимаются именно бизнесом саморазвитием там и так далее вот и тем самым я нашел бизнес-клуб зеленограда я пришел в этот бизнес-клуб зеленограда причем пришел не с первого а с третьего раза я тогда еще вот работал брокером думаю надо найти зеленограде какой-нибудь стартап и к нему присоединиться и я ничего не нашел лучше как подойти к основателю бизнес-клуба зеленограда это собственно и был дима и горю дим привет меня зовут саша вот я умею продавать ты знаешь кого-нибудь кто хочет сделать зеленограде стартап он сказал ну чё он кому-нибудь найдем вот нашел себя нашел себя вот это да то есть на тот момент когда мы познакомимся как раз с сашей у меня уже была не просто идея вот этого приложения сейчас сейчас как бы пробежутки будут уменьшаться по времени тогда на тот момент у меня уже была не просто идея у меня уже был прототип на руках вот так вот да первая зарисовка выглядела там главного экрана этого приложения у меня уже тогда был программист с которым я познакомился на семинаре который был посвящен как бы зарабатыванию в кризис да то есть это все связанные связанные цепочка на этот семинар я проехал специально москву вот отдал там деньги там тысяч пять наверно или шесть то есть на кризисе люди умеют зарабатывать и зарабатывать до сих пор наверное и там я познакомился с программистом который делал айос приложение и конкретно на тот момент он работал в mail.ru и делал новый клиент для айси кью мы с ним начали общаться я дал ему уже тоже у меня нашлась подруга дизайнерша одногруппница моя которая помогла и нарисовал дизайн то есть все опять же вот эти вот элементы связи и социального капитала который был накоплен и студенческой жизни за ее пределами когда чем-то интересовался ходил на мероприятие знакомился с людьми и давал им свои визитки брал их визитки потом вспоминал соответственно существование этого человека общался с ним и доводил его до сотрудничества с собой оно принесло определенный результат но тогда я думал о том что я создам приложение оно будет зеленограде я буду его развивать продвигать может быть год может два сколько понадобится и потом уже тогда как только я пойму что я созрел я выведу его на более крупный уровень когда пришел саша идея изменилась и мы решили сразу строить большую сеть не ожидая того что наш продукт будет полностью готов отлажен это как называется именно стартап тусовки mvp то есть минимально продукт с минимальной ценностью то есть ценность есть она там такая какая-то самая минимальная но при этом это уже можно продавать это уже можно кому-то передавать в использовании люди если вы выпустили продукт и вам за него не стыдно значит вы его поздно выпустили ну да его можно очень долго доделывать вот и получается что сейчас удаляется вся информация с серверов не это наверное не знаю что там происходит ну ладно тогда мы пропустим этот слайд мне кажется это цензура какая-то возможно сейчас нужно пошаманить немножко войти вот у нас деловые отношения но при этом мы реально как знаете говорят лучше там бизнеса основанные на дружбе да там дружба по бизнесу вот это наш как раз вариант стартовый капиталов все стартовые вложения которые нам потребовалось сделать в это приложение они все шли из каких-то там наших накопленных на тот момент ресурсов и составили порядка 200 тысяч рублей то есть на двоих по 100 тысяч это там не знаю если каждый месяц своего обучения в мете откладывать там по две-три тысячи я думаю это можно накопить за все время ну а выручка если есть да с чего откладывать выручка за первый год у нас получается оставила 7 миллионов рублей то есть то что мы вложили естественно мы еще вкладывали свои силы свое умение тратили уже поступающий капитал на то чтобы создавать продукт лучшего качества это выручка да это не наша прибыль это не мы себе в карман положили и купили там какой-нибудь escalate до себя вот ну может быть они тоже к этому стремится вот если рассказывать вообще вот про историю первого полугода самого проекта собственно к чему мы сейчас все вот это вот подводили всю историю рассказывали к тому чтобы показать вам какой он настоящий путь любого проекта вот во первых что у нас было эта идея на идее далеко не уедешь поэтому для того чтобы идея воплотила жизнь нужно было найти какую-то минимальную команду я уже об этом рассказывал был ios программист и была дизайнерша с которой началась работа потом я наша для это второй человек в команде и получилось так что мы разделили между собой наши зоны ответственности один отвечал за продукт это был я основатель а саша отвечал за продажу то есть все логически было правильно один человек производит другой продает разделение труда то что очень важно в коллективе ну естественно мы много вещей очень делали сами самостоятельно какие-то там изначально работы которые в последующем уже отдали там менеджером каким-то там уже потом саша передал продажнику конкретно наемному вот мы все это делали сами на тот момент и первое после там первой продажи конкретно в зеленоград у нас было первое наше такое падение первый нас у нас уже такой пинок от реальной жизни уже нет ирина васильевна рыжковой от от реальной жизни это было то что мы не прошли в 1 акселератор free это было примерно год назад это было в октябре того года и на самом старте немножко расшифрую да и нам казалось что нам надо срочно куда-то попасть чтобы нам срочно дали денег иначе мы не выживем но мы пришли искали ну вот у нас есть идея мы сделали там первое воплощение что дальше делать не знаю они сказали как бы ребят ну простите вы нам не интересны мы таких как как же быть как же делать как же нам жить дальше без денег вот учитывая что я не работал в том моменту иди мы не работал потому что стартап он требует стопроцентной вовлеченности то есть здесь либо ты на фултайме либо у тебя просто нет старта да это не бизнес по выходным это реальная вовлеченность постоянно и основной основной претензией на тот момент стало то что мы у нас не было проверенной какой-то гипотезы о том что данное приложение но будет интересно популярно тогда еще не вышло даже приложение увидеть там по графику все это на тот момент никаких подтверждений не было поэтому и брать нас было не за что то есть вот запомните для себя что приходить просто там с голой идеей посчитав какие-то цифры там то что у вас есть какой-то определенный рынок сбыта или нету рынка то что у вас может быть даже есть команда какая-то там из двух-трех человек который все это делает нам пришлось дорасти и в итоге получаться до команды из 15 человек да и увеличить свою компанию такого до таких размеров и делать уже совершенно другие вещи другие ходы нам пришлось привлечь порядка 250 партнеров чтобы действительно заинтересовать этот фонд в дальнейшем в итоге так инвесторских и не привлекли ну да то есть за все это время мы получается не привлекли денег а жили на том что сами зарабатываем и на тех проектах которые у нас были вот конкретно там еще подслушано первое приложение после выхода первого приложения была некая эйфория а потом оно сменилось тем что мы узнали о таком понятии как баги то есть они стали нашим долгосрочным спутником и мы поняли что войти в принципе без багов обойтись нельзя то есть любые там ошибки которые происходят в самом приложении что-то не работает что-то показывается не так как должно какие-то там проблемы с дизайном какие-то проблемы на что что-то отвалилось там в общем когда ты начинаешь погружаться в эту деятельность ты понимаешь то что без этих ошибок никуда это наше стало нашим производством но мы стремимся к тому чтобы снизить количество этих ошибок мы понимаем что в любом случае не ошибается тот никто ничего не делает и ошибки это нормальная ситуация вопрос том насколько быстро устраняются эти ошибки какие выводы да какие выводы из этого дела чтобы их решить потом у нас произошел такой некий спад мы не знали что мы должны были делать дальше мы начали искать партнеров в других городах подмосковье хинки подольск одинцова ну и так далее король королев мы тища в общем мы ездили к ним общались переманяли на свою сторону до пытались продать в итоге они стали нашими такими номинальными партнерами на которых можно начать ориентироваться и говорить в тех же самых там фондах там на стартапсов что вот у нас есть уже потенциальные клиенты хотя они нам не дали еще ни рубля вот то есть это был некий такой момент когда мы колебались и вот в этот момент произошло то что мы сходили на мероприятие который называется евразия мобайл челлендж это мероприятие который проводит билайн там некий конкурс стартапов опять же мобильных где мы познакомились с таким понятием как наставничество то есть нам выделили ментора этот человек наставник который погрузился насколько смог на тот момент наш проект посмотрел на него и сразу определил там узкие стороны которые нам нужно было бы улучшить чтобы бежать дальше скажем так и тогда мы поняли как раз всю силу того что нам необходимо видение со стороны экспертов в этой области и людей которые что-то уже реализовали что-то уже он нам посоветовал найти уже в свою очередь не просто там программистов новых а технического директора человек который бы отвечал за всю работу по технической стороне то что у нас как раз хромало мы нашли такого человека вот довольно быстро потому что опять же мы использовали все возможности тут вопрос не в том чтобы не найти да способ человека привлечь или решить какую-то проблему а в том чтобы каждый день систематически что-то делать для решения мы нашли получили там первую большую сделку с одним из городов это красногорск и ура у нас появились деньги для того чтобы дальше прожить немного дальше уже было до прожить как как проект ну и самим наверное тоже потому что многое было поставлено на карту мы прожили мы дожили до заочные акселерации во фри это еще один инструмент который доступен принципе любому проекту который позиционирует себя как стартап связаны с айти технологиями у нас в россии слава богу у нас есть такая экосистема так такая атмосфера в которую вы можете прийти подать вот эту вот заявку в акселератор рассказать им про свой проект и они предложат вам просто еще немного подучиться для того чтобы стать сильнее вот про фри там отдельно если у вас будет вопрос какие-то зададите то есть одна история как раз вот из этого полугода когда вот на истечение времени у нас уже начинали нервишки сдавать мы уже думали о том что как бы на какие деньги нам делать подарки для своих родных и близких да еще до того как нам пришел пришла большая сделка из красногорска мы почему-то рассеяли свое внимание и попытались заработать на абсолютно не связанных с нашим проектом вещах это конкретно были автошторки вот это забавная ситуация когда мы взяли там члене последние деньги которые у нас были свободны вложили в этот проект маленький да потому чтобы заработать по быстрому денег и в итоге через две недели мы получили обратно в два раза меньше то есть мы потеряли половину всех наших средств которые мы вложили это нас очень очень сильно замотивировала обучила и показала то что нам нужно быть как можно более сфокусирован на том что мы делаем и искать все средства все деньги и все ресурсы только вот в нашем проекте а не пытаться куда-то свалить на сторону да по поводу фокусировки это вот важнейший фактор то есть мы поняли что нет все мы больше не будем заниматься никакими автошторками и вообще что-то придумывать у нас есть проект у нас есть какой-то продукт ну просто во что бы то ни стало начнем его продавать и в итоге это фокусировка она вот как раз представлен на этом графике и это первое в 1 февраля 2016 года мы решили что надо просто во что то ни стало продавать всем подряд мы начали закупать рекламу вконтакте нам начали присоединяться города в регионах благодаря тому что к нам добавился технический директор мы наконец выпустили версию для android и могли уже за пределы подмосковья так скажем выйти вот и то что мы сфокусировались на какой-то конкретной цели и задачи то есть мы каждый месяц точнее каждые две недели ставили себе планку сколько городов мы должны новых подключить в итоге вот 23 июня мы 118 городов подключили как говорили ранее сейчас уже больше 260 городов и вот эта наша фокусировка она и не заставила как бы долго ждать плане финансовым потому что мы сконцентрировались четко на продажах и вот если видите нашу так скажем наши заработки да вот до марта месяца мы практически ничего так скажем не продавали вот февраля начали продавать и в итоге мая мы почти достигли выручки миллиона рублей в месяц просто сфокусировались на продаже вот и по поводу так да это уже к выводу не складно получилось да да ну проект в принципе здесь всем особо больше мы если хотите расскажем уже лично общение либо вопрос ответ у нас там будет ну даже основное что мы до вас хотели донести это какие-то уроки которые вы можете для себя уже какие-то выводы сделать уже сейчас и вот один из первых выводов это планирую для себя вот наша долгая история про меня и диму во время института после института то есть повторюсь в институте мы были абсолютно незнакомы я закончил 2010 году он 2012 и мы даже 13 мы даже не пересекались я вообще знать не знал но тем не менее наши пути вот год назад снова сошлись и они привели действительно к проекту привели к определенному успеху все что было до этого в жизни она была абсолютно не случайно поэтому я вот настоятельно советую вкладывайте все время и деньги да которые у вас есть себя это самое вообще ценное что может быть потому что крупные проекты стартапы люди бизнесменами просто так не становится это все результаты их какой-то некой предыдущей деятельности вот предыдущего капитала и социального как говорил дима который был ранее вот по поводу второго совета он тоже очень очевидный все мои проблемы то есть все мои неудачи связаны с бизнеса не будет больше степени связано с тем что я считал что надо все делать самому зачем мне кто то еще мы с ним все равно поссоримся поругаемся вот он у него будет свой взгляд у меня свой взгляд то есть надо делать все самому вот сейчас мое мнение на этот счет абсолютно кардинально другое то есть во первых если вы не можете найти себе партнера по бизнесу с которым начинаете это по сути ваша зона роста то есть это ваша недоработка вот чтобы с человеком с этим не можете найти общего языка и выстроить правильную взаимодействие но без команды без команды стартапы не существует то есть даже там в любом фонде на любых соревнованиях вот которые проходят среди стартапов у стартапа как минимум должно быть два человека вот и их компетенции они должны быть прямо противоположны вот если дима время развивался активно в организациях чего-либо занимался сми то я занимался совершенно другими занимался продажами так наши компетенции мы два совершенно по сути разных человека вот они селились воедино и это привело к определенному успеху ну и последний вывод который можно сделать это как раз вот ситуация про шторки вот во первых надо правильно рассчитывать свои силы ну потому что я так скажу для того чтобы идти к какому-то определенному успеху то есть в марте месяце мы начали зарабатывать этого года в августе прошлого года мы начали все это время практически я вот лично прожил без денег вот то есть надо быть к этому готовым и там твои близкие твои родственники должны понимать во что ты вязываешься и ты в том числе то есть в любом случае либо должна быть какая-то некая подушка либо не знаю как-то выкручиваться занимать ну я по сути да там в декабрю получается уже каких-то долгов потихонечку набрал вот но тем не менее важно рассчитывать как свои силы но я знал на что я шел изначально вот потому что предыдущий опыт всей какой-то предпринимательской деятельности он не давал понять что сначала надо сеять а уже потом собирать урожай то есть я решил что я буду терпеть не остановлюсь и позиции схожи то есть не понимаешь у нас не будет шанса на то чтобы нас не получится мы просто возьмем и весь потенциал который мы накопили за все эти годы нашей жизни мы правильно реализуем это именно в этом деле ну и не отвлекаться это к вопросу фокусировки то что позволило нам откинуть все какие-то сторонние мысли и заниматься четко тем чем надо было заниматься у нас был какой-то минимальный продукт все что надо было надо начать его продавать может сфотографировать например на эту литературу списка литературы то то что мы там читали в какое-то время пропускали через себя но чем раньше вы начнете знакомиться с каким-то чужим опытом читать книжки особенно вот я рекомендую и ботаники делают бизнес это книга про додо пиццы про создателя додо пиццы который появился за винограде тоже и там реальная история про то как он делал свой первый бизнес связанные с книжными магазинами он получается мой земляк я тоже из республики коми только я из города ухта он из сыктывкара вот и получается я прочитал мне очень было это близко так как я жил там очень долгое время ну и к тому же никто не расскажет такую реальную действительную историю о том как создавался бизнес и как он в итоге потерпел крах обычно все рассказывают о том как у них все здорово и замечательно вот а эта история именно история краха вот из которого человек потом сделал выводы или создал очень мощную сеть пиццерий ну и конечно надо приобщаться и к культуре сериалов вот поэтому рекомендую силиконовой долины посмотреть на самом деле я год или чуть больше полтора наверно смотрел начинал смотреть но тогда не понял скорее что там происходил такой а сейчас пересматривая ее снова я вижу что там все то же самое что происходит у нас то есть там реальная действительная ситуация того как все происходит стартапах и естественно это с юмором подано ну и зарубежные у нас есть конечно свои отличия но все вопросы и проблемы которые связаны с созданием стартапов они принципе раскрыты в этом сериале листочки да вам раздали листочки очень интересно узнать ваше мнение по поводу нашего выступления сегодняшнего так как мы как ученый скажем так стартаперы да понимаем что очень важно исследовать каждое свое действие мы хотим собрать с вас обратную связь как он как вам это выступление чего было полезное что может быть еще можно было добавить что было еще интереснее и также если у вас если вы раньше скачивали приложение мой зеленоград или не знаю там скачаете его прямо сейчас и посмотрите как она функционирует как она работает насколько она интересна и полезна для вас то обратная связь поэтому продолжение нас тоже очень сильно интересует так мы хотим развиваться и работаем над собой ну еще как бы если вы человек уже с руками с головой и вас интересует какая-то работа войти проекте то мы всегда рады новым людям и также там в анкете есть блок который связан именно с таким сотрудничеством то есть либо работать с нами либо мы сможем порекомендовать вам какой-то другой проект так как мы знаем достаточно много вот сейчас мы понимаем ваш компетенции да главное понимать ваши компетенции сейчас мы готовы отвечать на ваши вопросы если таковы имеется да вот почему вы решили делать для каждого города приложение это идеология компании или это экономическое основание смотри давай вернемся к вопросу инфопортала вот принесемся на 15 лет назад вот если бы был бы инфопортал который занимался бы вся россия и в нем так же был бы, например, Зеленоград. Вот сколько там было бы посещений, если тебе надо зайти на сайт «Вся Россия», потом перейти на вкладку «Зеленоград», либо просто отдельный инфопортал, который называется «Нитал», который занимается только на Зеленоградах. То есть посещаемость этих ресурсов, если брать именно на локальном уровне, она была бы совершенно иной. Зачем мне из города Кышты в Челябинской области идти на сайт Всероссийский, если я понимаю, что там, скорее всего, не будет моих новостей, потому что в масштабах России про мой город вообще никто не знает. Там, скорее всего, не будет, ну просто жители конкретно моего города об этом сайте не узнают, потому что для того, чтобы каждому жителю страны сказать, что есть такой сайт, который называется «Всястрана.ру», надо, соответственно, невероятные деньги потратить на маркетинг. То есть даже, к примеру, все знают Авито, но, тем не менее, местные доски объявлений, они все равно существуют. А я тем более того скажу, если взять какие-то там отдаленные города, на каких-то местных досках объявлений, объявлений больше, чем на Авито. Если смотреть с точки зрения жителей мегаполиса, они да, они хотят все агрегировать. Но если брать именно с точки зрения, как мы сегодня, город Усть-Кут, Иркутской области, они не хотят быть чем-то маленьким, в чем-то большом, они хотят быть просто отдельным. А контентом в этих маленьких городах занимаются представители? Да, да. Вы там никогда не задавите? Нет, мы, по сути, сервисная модель. То есть мы разработали продукт, дальше они платят какой-то стартовый взнос и платят нам ежемесячную подписку. А региональные компании, которые там продают рекламу в этих... Ну, они же владелицы этого приложения, мы его так называем, да, наш партнер, он уже сам наполняет приложение, сам продвигает у себя в городе и сам, соответственно, зарабатывает на рекламе. Понятно, что я сам. То есть у нас такая сервисная модель. Да, вот оттуда было. А что ушел ваш, так же, это ждал 200 тысяч рублей? Ну, вот, получается, на MVP вот этого продукта, самый первоначальный. То есть тогда это была некая витрина, да, самого приложения. Не было ни... Не знаю, знаете ли вы понять, как система управления контентом, CMS, админка у сайта. Ну, то есть это... Так, не вижу реакции в глазах, ну, ладно. В общем, есть сайт, через который ты можешь наполнять там приложение или какой-то другой сайт. Вот. И получается так, что на тот момент у нас наша вот эта админка, она выглядела как просто такое текстовое полотно, как, не знаю, HTML-код, да. Ты просто заходишь в нем, редактируешь, заходишь на сервер, сохраняешь туда, там, удаляешь вторую версию, еще там несколько итераций, 10 раз перезагружаешь приложение, и у тебя что-то выходит. То есть вот на первом этапе мы вот столько денег потратили на эту версию. То есть сейчас мы, оглядываясь назад, понимаем, что есть более, как сказать, более дешевые способы реализовать первый шаблон. То есть можно тупо даже купить его в интернете. Сейчас есть сайты, на которых продаются шаблоны мобильных приложений. Есть универсальные кроссплатформенные решения, типа там Xamarin, Reactive, вот, и так далее. То есть сейчас уже, сейчас мы узнали об этом, да, то, что тогда можно было еще быстрее и проще реализовать нашу задумку. Но тогда мы делали, получается, дорого, медленно. И не качественно. На iOS это не самая популярная вообще платформа, да. И получается, она же нас потом ограничивала при выходе в другие города. Да, из-за того, что мы первые деньги потратили на iOS, мы не могли пойти в регионы, потому что там вообще нет практически iOS. Но в итоге мы выжили. Что? Потому что у нас по обоих iOS. Да, у меня был iOS. Да, только исходя из этого. Потому что вот бизнес, он вначале не имел никакого логики. Ну, то есть, да, вот если так вот еще вам напомнить, да, то есть раньше у меня был опыт там в социальных сетях, но у меня не было опыта в мобайле. Поэтому я вот начал с вот этого. Но при этом, как бы вот за год, получается, мы вот достигли, чего достигли. С этими знаниями. Естественно, мы сейчас выступаем для того, чтобы вы были умнее нас. И поэтому, когда вы задаете такие вопросы, мы отвечаем честно и рассказываем, как можно сделать, было бы, ну, находясь вы на нашем месте. Спасибо. Пожалуйста. Друзья. А какие именно навыки программирования вам помогли? Какое-то знание, алгоритм досконально или какие-то более узкие, каких-то воркспейсов? Так, я, вот еще раз говорю, я, у меня не было навыков в мобайле, и вообще, я, хоть и закончил технический вуз, но вот программированием под мобильные устройства я никогда не занимался. поэтому я нашел человека для того, чтобы он это делал, этот вот первый программист. То есть, от меня никаких знаний не потребовалось. И как я вот, я только что еще рассказал, что вы, в принципе, можете вообще скачать какой-то шаблон, который подойдет под вашу идею с интернета, да, и тогда это вообще не потребует никаких от вас, там, знаний кода, вот, а просто вот, как социальный капитал, получается. Я знал этого человека, я привлек его к деятельности, дал ему денег, вот, это все, в принципе. То есть, у нас есть люди, которые каждый отвечает за свой какой-то фронт работ, и круто, если пока вы учитесь в институте, вы найдете тех, кто, например, может продавать, а кто-то может продвигать, это там, в социальных сетях, а кто-то может, там, анализировать какую-то информацию, вы объединитесь в команду, и уже дальше вы добьетесь больших успехов вместе. Потому что, если ты по складу ума больше тяготеешь именно к организации, бизнеса и управлению своей командой, то ты не будешь вникать в какие-то технические подробности. Тебе не важно, как это сделано, тебе важно, чтобы это было сделано в какой-то определенный момент. И решать надо задачу не потому, как это сделать, а как найти человека, который это сделает. Вот как управленцу тебе надо об этом думать. А продажник вообще об этом не думает никогда. Он просто продает. А у вас монетизация это только реклама? Получается, что у наших партнеров это монетизация рекламы? Мы зарабатываем на стартовом взносе на ежемесячной подписке. То есть мы просто даем людям инструмент. А что ты сейчас? Какой наем? 15 человек. Ну это вместе с нами получается. Ну да. Три основателей. Нет, у нас фиксировано. Почему не сделать процент? Ну потому что если бы мы сделали процент, то в первый месяц и в второй месяц они сказали, продавали бы скорее всего ноль, в третий месяц они тоже скорее всего продавали бы ноль. Мы просто бы тупо не выжили. Ну да. Это вопрос выживания. То есть сейчас мы уже понимаем, что возможно тогда мы могли бы поменять как-то модель и сейчас бы мы зарабатывали больше. Но тогда это был вопрос нашего выживания. И мы сделали именно шаг на встречу. нашим партнерам, чтобы им было легче и проще продавать в своих городах. Так они могли бы оставшиеся деньги, которые они выручили, они могли бы тратить их на продвижение. А для нас, как и для массового продукта, получается выгоднее всего это как раз наращивать базу аудитории. То есть то же самое там Авида, которые сейчас, в пример, приводили. Они там первый год, пять лет назад эта компания зарабатывала 30 миллионов рублей в год. 30 миллионов в год. Это получается чуть больше двух миллионов в месяц. Это не очень большие деньги. Но когда они... Чуть-чуть больше, чем у нас. Да. Но когда они пошли к инвесторам, инвесторы им дали хорошие деньги, они начали тратить по 300 миллионов в год на рекламу на ТВ. И таким образом они нарастили свою аудиторию. Сейчас, например, есть Юла, которая активно там тоже продвигается через телек. У нас ситуация еще, вернусь к вопросу по поводу того, почему такое решение было по поводу отдельных городов. Это то, что нам получается дешевле обходится в принципе реклама. То есть на местном рынке заказать рекламу на местном ТВ дешевле, чем нам на федеральном всем бомбить этой рекламой. Ну да, то есть мы просто бы не раскачали. То есть были бы люди из Москвы, но люди из Владивостока они бы знать не знали об этом. Ну то есть, чтобы было понимание, Авида в первый год 350 миллионов рублей потратил на рекламу. Просто 350. И это не те деньги, которые они заработали, а к которым просто пришел человек и сказал рекламируйтесь. Они сняли ролики и 350 миллионов подходит. Вы больших инвесторов не ищете ни в каких годах сейчас рекламе? Ну как бы для того, чтобы быть готовым к большим инвесторам, надо все-таки, как я уже говорил, показать некий как-то называется трекшн. То есть, когда у тебя есть динамика какая-то, ты показываешь, что вот у тебя там выручка приходит, она там растет. И для того, чтобы тебе еще больше стать, тебе нужно вот такой вот объем денег. Сейчас, вот говоря там, положая руку на сердце, мы не знаем, какие нам нужны деньги для того, чтобы вырасти. Поэтому... Просто по сути, да, машинки для печатания денег мы еще не создали. Машинка, это когда ты вкладываешь рубль, а на выходе получаешь 5. Вот. Тогда инвестор приходит и ты им объясняешь, дай мне 10 тысяч рублей, а на выходе будет 50 тысяч рублей. Вот. Так называемый мультипликатор умножения. Вот. Но у нас таких данных нет. То есть в рамках той бизнес-модели, которая имеется сейчас, у нас рынок очень маленький, то есть даже если мы достигнем 50%, ну, выпустим 50% всех городов России, ну, у нас, правда, и так почти 50% 50%, то у нас будет там максимальная выручка, сколько годовая, там, порядка... 22-23. Нет, порядка там 30 миллионов рублей. То есть это, в принципе, вообще абсолютно неинтересно. Это как бы такой средний бизнес, и для инвестора он... Инвестору в рынке от 350 миллионов. Поэтому для того, чтобы нам привлекать какие-то крупные средства, нам в рамках нашей текущей бизнес-модели надо найти еще какие-то хаки внутренние для того, чтобы понять, что у нас является точкой кратного роста, на чем мы можем зарабатывать еще. Вот как только мы это поймем, мы уже сможем прийти к инвестору. Но маленький инвестор у нас сейчас уже, так скажем, входит в долю. Это вот как раз фонд развития интернет-инициатив, созданный 3 года назад. Это государственный фонд, так что, по сути, государство, 5% нашей компании покупает сейчас. Ну, за маленькие деньги. Ну, за... Ментру? Да. Ну, сейчас... Нет, Ментру у нас тоже платный был. Но когда мы были в фонде, Велм был бесплатный. Когда... Мы были в заочной акселерации, там было в течение двух месяцев бесплатный, ментор. Вот. Потом, после этого, мы докупали, скажем так, эту экспертизу и сами оплачивали. Потому что мы действительно видим в этом смысл. Мы... Ну, честно, опять же, да, говоря, мы начинающие. Нам нужно как можно быстрее постигать вещи и не тратить время, не тратить год, два, три на то, чтобы развиться и ждать, пока там кто-то, какой-то крупняк, типа Яндекса, займет просто эту нишу. Потому что, ну, опять же, когда мы были во фри, они организовывали мероприятия для стартапов. Например, одно из мероприятий было это, когда выступал Яндекс, их совместный акселератор. И вот там мы презентовали себя как раз на эту тему и узнали как раз от них, что они тоже нечто подобное начинают разрабатывать. Вот. Так что, в принципе, как бы гонка идет. Вот. Даже такие уже мастодонты, они тоже подтягиваются к этому. Ну и вот мы хотим заручиться поддержкой старшего брата. Это, скажем, на таком уровне фонд, это типа как крыша для стартапа. Ну, по сути, да. Скажите, вот у вас были баги и есть. И есть до сих пор. Не буду. Не опасайтесь, допустим, кто-то в интернете пойдет волна, что плохое приложение там. То есть мы, в принципе, изначально, когда только самое первое приложение Мой Зиноград выпустили, сразу она пошла волна. Это как бы абсолютно нормально. Ну, волны постоянно идут, да. Мы просто девятый вал выплываем. То есть здесь, понимаете, сложно сравнивать приложения, когда нас там сравнивают с тем же Тугис, да. Приложения, в которые потратили сотни миллионов рублей. То есть у них там штат разработчиков, это целые этажи, а у нас три хромых коллеги. Если мы потратили на свой продукт в общей сложности на текущий момент порядка пяти миллионов рублей, то они потратили сотни миллионов. И сравнивать эти продукты между собой бессмысленно. Мы делали все, что возможно в рамках нашего бюджета. И, естественно, у нас в голове мы мечтаем, мы хотим сделать такое же приложение и качественное, и быстро работающее, как у них. Но для этого должна быть долгая и кропотливая работа. Они к этому шли годами, а нашему проекту год с небольшим. Всего же. Поэтому баги это абсолютно нормально. И реакция людей на это тоже абсолютно нормально. Но просто это, опять же, вопрос к работе в социальных сетях и работе с негативом. То есть сейчас, на данный момент, нам все ситуации удавалось погасить, разобраться и переманить тех людей, которые были настроены враждебно, на свою сторону. Это тоже очень важный момент. Это спокойно реагировать на критику и на негатив, который идет в свою сторону, и только подпитывать себя им. Такая позиция, которая их помогает как раз выдержать эти деньги. И опять же, возвращаясь, многие говорят, особенно в крупных городах, зачем ему какой-то местный агрегатор, в котором есть новости, афиша, справочник, организация, которая работает оффлайн, точнее, я могу все это скачать отдельно. Я могу скачать приложение афиши, я могу скачать туги и так далее. То есть это тоже часто нарекания конкретно по нашему сервису. Но здесь можно легко провести сравнение с мобильными телефонами. Когда в мобильных телефонах появлялись функции сторонних устройств, типа фотокамеры, видеокамеры, все говорили, да зачем вообще все это надо в мобильном телефоне, если я могу отдельно купить камеру, отдельно купить видео и так далее. Но просто с ходом эволюции эти функции обрели такие свойства, которые стандартному потребителю и так достаточны. Ему, если надо, он купит отдельно, если он профессионал. Но стандартных возможностей камеры седьмого айфона, я думаю, хватит всем за глаза. Также примерно и здесь мы создали такой простенький прототип, а дальше, как только у нас пошли деньги с продаж, мы снова его вкладывали в продукт. И тем самым мы за этот год не просто получали какую-то выручку и что-то себе покупали, а мы именно снова вкладывали его в продукт. Снова нанимали новых разработчиков и продукт дорабатывали, 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 вот и все. А так, если по поводу нашей бизнес-модели, ну ладно, я что-то уже могу долго рассказывать. Но на вопрос удалось ответить? Нет. Давай сначала. Давай сначала. Ну то есть это абсолютно нормально. Мы сделали пока только Жигули. Но кто-то говорит, мне надо ездить по плохой дороге из точки А к точку Б. И мне ваши Жигули вот так. А кто-то говорит, мне надо ездить с парнями в гольф играть. И мне как-то Жигули ваши не очень. И невозможно понравиться всем. Но всегда находятся люди, которые в твоем продукте могут увидеть вот что-то такое простенькое понятное, что именно ему подходит. Ну да. Ну и мы дорабатываем соответственно. Все негативные моменты, которые бывают, мы отрабатываем и приложение тоже улучшаем. В ближайшее время мы собираемся туда еще добавить отзывы. Наконец. Да. То есть то, что станет возможно еще каким-то крутым А год прошел. Причем нам люди пишут что же вы сразу отзывы не добавили? Ну если бы у нас сразу было 5 миллионов рублей, наверное мы бы сделали. А когда у тебя нет денег, естественно легко рассуждать со стороны. А почему вы так не сделали? А почему вы это не сделали? Ну мы бы сразу бы все добавили, все, что есть на текущий момент. Только у нас нет сотен миллионов рублей. Давайте напишите, где толстовку купить. Толстовку купить? Это у нас брендовое белье. Промо-белье. Приложение половине от городов всех, в которых вы хотите попасть. И у вас прибыль идет с подписки и разный вход. Получается, что еще примерно столько, сколько у вас есть, еще сможете получить, потом прибыль будет только от подписки. Получается, как-то вы упираетесь в какой-то предел. Все верно. Это вот наша текущая бизнес-модель, и мы уперлись в предел. Поэтому сейчас государство покупает у нас еще 5%, точнее, не еще 5%, становится четвертым учредителем в нашем проекте, чтобы мы сели и два месяца, или три? Три. Три месяца вместе с лучшими IT-специалистами, которые есть у нас в Москве и вообще, в принципе, в России. Нашли какие-то точки красного роста, на чем мы можем зарабатывать еще, чтобы минимум нашу выручку еще раз в 5-10 увеличить. То есть здесь ты нашел что-то, у тебя какая-то появилась гипотеза, ты начинаешь ее развивать, проверять, то есть а могу ли я этот продукт продавать городам, чтобы они мне за это платили деньги. Ты проверил? Да, могу. Ты в рамках этой гипотезы какого-то предела достиг, и дальше соответственно надо уже искать новые какие-то точки кратного роста, на чем я еще могу зарабатывать. У нас как минимум есть там несколько вариантов. Мы можем какие-то города вести сами удаленные и сами продавать рекламу, потому что за год экспертизы в продаже рекламы в мобильных приложениях у нас вырастает, потому что у нас эту гипотезу по продаже рекламы в мобильных приложениях тестируют одновременно 250 человек в разных концах мира, точнее СНГ. И естественно мы всю эту экспертизу с них собираем. и по сути еще чуть-чуть мы будем сами готовы удаленно это делать и без партнеров и зарабатывать не просто на подписке, а просто напрямую на рекламе. Либо мы можем зарабатывать на пользователей, то есть у нас сейчас уже порядка 200 тысяч скачиваний всего, и оно почти кратно увеличивается каждый месяц, потому что у нас больше выходит городов, и предыдущие города тоже соответственно каждый месяц все больше и больше продвигаются. как вариант можно зарабатывать на пользователей, как вариант можно пойти на другие рынки, где совершенно другая выручка, на тот же рынок США, потому что даже там мы встретили только одну компанию, которая делает то же самое, что и мы. Она находится в Ирландии, и у нее порядка 60 городов. То есть там по сути ниша это тоже абсолютно свободно. А соглашение с людьми в городах оно какое-то срочное или безсрочное? На один год подписан? Оно идет здесь мы выступаем срочно как-то нет-нет-нет, у нас там 5 лет. Нет, у нас лицензия сейчас живут. Но она все равно ограничивается законом 5 лет. То есть мы даем им лицензию. То есть как мы говорим мы производители машин, а они официальные дилеры, которые эти машины продают. Вот так можно сказать. Еще вопросы есть, ребят? Ну ладно, если вопросов нет, тогда мы заканчиваем. Спасибо.